МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, спасибо, что пришли. Игорь Анатольевич, первый вопрос вам на полках красноярских магазинов. Мы видим каждый день очень много различных марок молока. Вот как из этого изобилия, многообразия выбрать самое полезное и качественное? Молока действительно много. И сходу я бы мог сразу ответить, что, конечно же, покупайте молоко, отмеченное знаком качества и несельский стандарт. Однако, поскольку мы работаем уже не первый фактически год, то уже многое из молочной категории отмечено знаком качества. И теперь уже возникает вопрос, а как же среди молока, которое сертифицировано, выбрать то, которое нужно покупателю? И здесь я бы обратил внимание на такой продукт, достаточно новый, хотя при этом давно известный, это молоко цельное. Если говорить о молоке как о ценнейшем продукте, который на сегодняшний день является важным поставщиком нутриентов, аминокислот, витаминов, минералов, то в этом главная ценность молока как продукта, пищевая ценность, биологическая ценность. И вот если брать всю достаточно широкую линейку молочных продуктов, то, на мой взгляд, молоко цельное стоит на верхушке этой пищевой ценности и обладает максимальной привлекательностью как раз для тех людей, кто в молоке ищет пользу. Основное отличие молока цельного в том, что оно не имеет никакой обработки, кроме, по сути, тепловой, то есть пастеризации. Таким образом, это молоко максимально натуральное из всех возможных. То есть, получается, чем меньше каких-то манипуляций над продуктом проводят, тем оно лучше, тем оно полезнее и качественнее? Безусловно, все, что ближе к природе, все гораздо привлекательнее. Ну, раз заговорили уже о полезности, Марина, вам вопрос как врачу. Вот в чем вообще польза молока в общем и вот цельного в частности? Польза молока, несомненно, не преувеличена. Польза молока и, в частности, цельного молока, ее привлекательность состоит в том, что максимально сбалансированное содержание белков, жиров и углеводов находится в молоке, большое содержание витаминов группы В, микроэлементы, калий, кальций. Кальций, кстати, из молока усваивается на 97% в организме человека. И, соответственно, цельное молоко является основным продуктом, который поставляет в максимальном количестве усвояемый кальций, что способствует профилактике остеопороза, заболеваний гипертонической сферы, сидящих сосудистых заболеваний, потому что, учитывая содержание микроэлементов калия, кальция, регулируется водно-солевой обмен. Также в молоке содержится молочный жир, который хорошо усваивается в организме и, несомненно, полезен. Еще аминокислоты, цистин, которые могут защищать печень от свободных радикалов и от воздействия радиации. Ну вот возьмем, если за основу один стакан молока, что в нем содержится и сколько нужно таких стаканов, если мерить стаканами, выпивать, чтобы уже можно было говорить про какую-то пользу. Если говорить об одном стакане молока, то там около 200 органических и минеральных соединений, около 16 белковых молекул, около 20 органических соединений, а также молочный сахар. Если говорить о том, какова суточная потребность употребления молока, то для взрослых она составляет 250 мл, для ребенка 150-180. Все зависит от суточной потребности. Хотела бы сказать о том, что холодным молоко пить не рекомендуется, потому что нарушается усвояемость витаминов, микроэлементов. Лучше молоко употреблять в теплом, либо чуть горячем виде. Это организму полезнее. А также хотелось бы сказать о том, что молоко это не вода, это продукт. Это продукт питания, который сочетается не всегда с продуктами питания другими. То есть молоком холодным, например, запивать пищу не рекомендуется. Сочетается молоко с ягодами, с малиной. Также молоко может сочетаться с высококрахмалистыми соединениями, с картофелем. То есть картошку, пожалуйста, можно запивать молоком. Я, Игорь Анатольевич, повторюсь, что молока очень много, марок очень много. И все же не все из этих марок представляют цельное молоко. Какие из тех товаропроизводителей, которые входят в ассоциацию, представляют цельное? То есть чьи названия искать, чтобы найти цельное молоко? Говоря о готовом продукте молоко цельное, я бы говорил не сколько о самом продукте, сколько о предприятии, которые выпускает этот продукт. Дело в том, что не секрет, что очень много маркинговых уловок. Это вот как раз использование различных таких вот терминов, типа молокоотборное. Понятно, что под этим термином подразумевается, что это молоко там отбирали, но непонятно, где у кого, по каким критериям. И на мой взгляд, с точки зрения потребителя, это не совсем понятно. Называя продукт молоко цельное, понятно, что речь идет о молоке коровьем, которое не подвергалось никакой дополнительной нормализации, восстановлению и так далее. То есть говоря об этом молоке, мы в первую очередь представляем себе корову. И безусловно, уровень доверия к предприятиям, о которых я говорил, тем выше, чем больше информации о самих предприятиях. А именно, на сегодняшний день у нас среди местных сельхозпроизводителей и переработчиков есть предприятия полного цикла, у которых есть собственное молочное стадо. И вот это как раз важнейшая информация, которая является достоверной, безусловной, и которая дает полагать, что там реально цельное молоко. Ну вот могу привести два таких предприятия, которые находятся неподалеку в Сухобуземском районе. Это предприятие «Таежный», торговая марка «Исток», и предприятие, например, «Агрояж», которое выпускает свою продукцию, кстати, молоко цельное, под маркой «Село Родное». А почему важно, чтобы все элементы вот этого огромного цикла производства были сосредоточены в одном месте, или же ферма в соседней деревне, допустим? Какая разница? Причин здесь несколько. В первую очередь, молоко цельное, и вообще молоко пастеризованное, которое не подлежит высокой температурной обработке, которое, безусловно, увеличивает сроки хранения, это в первую очередь молоко коротких сроков хранения. То есть обычное молоко коровье, оно максимум сутки хранится, после этого оно скисает. Соответственно, при пастеризации и розливе в достаточно, скажем так, условиях чистых, 3-5 суток такое молоко. Плюс свойства и потребительские свойства, и качество продукта теряется тем больше, чем дольше молоко находится в технологическом процессе, или в технологическом цикле. Поэтому предприятие, у которого непосредственной близости сама ферма и сам цех переработки, оно, вот этот цикл, имеет возможность сократить. Таким образом, нет, скажем так, рисков, которые привели бы к порче продукта. Там не нарастает кислотность, там максимально сохраняются полезные и ценные свойства именно молока коровьего. Но все-таки вернемся к пользе молока для здоровья. Польза пользой, тут мы уже все поняли. А если говорить про вред, есть ли вообще какие-то противопоказания? Да, противопоказания есть. Их не настолько много, как для других продуктов. Одно из противопоказаний является недостаточность лактазы, фермента, который переваривает молочный сахар. А также достоверно выявлена аллергия на белок коровьего молока. Еще одним из противопоказаний является обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но выход есть всегда. Для тех, у кого непереносимость лактазы, можно употреблять кисломолочные продукты, для того, чтобы получать пользу. Тоже сметану, кефир? Да. Почему стоит молоко у местных производителей лучше покупать, нежели даже из соседних областей? Непосредственная близость самого производства к основным рынкам сбыта, то есть к потребителю, дает возможность сократить так называемую логистическую составляющую. Это объективная сторона оправданного выбора. Однако при этом есть, я уже неоднократно об этом говорил, некие морально-этические аспекты, которых все-таки придерживаются сами люди, которые работают на этих предприятиях. Фактически те же потребители, которые живут в Красноярске или в районах Красноярского края, и они, по большому счету, производят тот продукт, который потребляют сами, который потребляют их дети, родственники. Поэтому мы уверены и, общаясь, безусловно, с нашими предприятиями, чувствуем и знаем, что такая ответственность есть. И это, на мой взгляд, весомый факт для того, чтобы доверять выпускаемой ими продукции. Обратила внимание, что на упаковках цельного молока в разделе «Количество жира» указано от, если не ошибаюсь, 3,5% где-то до 6%. Почему от и до, если мы привыкли, что на упаковках просто молока, там уже определенная цифра стоит? Откуда вот этот разбег? Вот это как раз причина нормализации. Тот технологический процесс, когда в молочном цехе либо способом сепарации, либо способом восстановления регулируется жир. Таким образом, данный продукт, он подвергается некой технологической переработке или там производственным переделам, как говорят технологи. В молоке цельном, фактически это нетронутое молоко, жир находится естественный на том уровне, на котором его дает корова. И поскольку вообще лактация коровы и содержание жира зависит от сезонности, от кормовой базы, в конце концов от породы, то считается нормальным, что этот жир, он находится в неком интервале. Это молоко не подвергается никакому регулированию технологическому, соответственно, это тот натуральный продукт, который из-под коровы. Ну, то есть жирность может быть разной. Да, жирность может быть разной, это прописано ГОСТом, и это нормально. А может ли этот уникальный продукт быть лекарством вообще от каких-либо заболеваний? Да, конечно, молоко может быть одной из составляющих лечебного процесса. Например, это профилактика заболеваний, еще раз хотела повторить, костной системы, профилактика остеопороза, учитывая 97% усвоения кальция, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. А также, учитывая то, что содержится молочный белок и жир, чем жирнее молоко, тем оно лучше, потому что жир в молоке является более полезным для организма. Ну, в любом случае, помним про то, что перебарщивать нельзя, и все-таки нужно знать меру. Я хотела бы сказать о том, что обезжиренное молоко совершенно не полезно. Чем больше жирность продукта, тем полезнее она для организма. Соответственно, не только содержание там аминокислоты, микроэлементов, а все же молочный жир и молочный белок. А на что нужно обращать внимание при покупке молока? Непосредственно на срок годности – это первое, да. На жирность – это второе. Другое дело, что жирность 3,2-6 – это любая жирность может быть полезной. Тут действительно какие-то личностные вкусовые качества. Но, в свою очередь, как потребитель, хочу сказать о том, что лично я обращаю внимание на продукцию местного производителя. Ну и в частности, производитель Исток – это тот производитель, которого лично я покупаю не только молоко, и молочно-кислые продукты. Потому что оно местное, потому что оно родное, потому что оно быстро сюда приехало, потому что, конечно же, впечатляет короткий срок годности этого производителя. Это говорит о том, что консервантов там немного, и, естественно, это полезно и приятно, и нужно, скажем так, нашим людям и потребителям. Давайте еще раз повторим, пожалуйста, про срок годности. Каким он должен быть для цельного молока? Все зависит все-таки от упаковочного формата. И есть молоко различной обработки, ультрапастеризованное, стерилизованное. Но у нас в городе Красноярске, в Красноярском крае, молоко цельное представлено с короткими сроками хранения, 3-5 суток в мягкой упаковке. Ну что ж, я думаю, что наши зрители, которые сейчас смотрят программу, усвоили, что цельное молоко – это то молоко, над которым производится наименьшее количество манипуляций. Я еще раз повторю, хранится оно от 3 до 5 суток. И молоко местного производителя, которое прошло все экспертизы, оно помечено зеленой шишкой. Кстати, результаты экспертиз можете посмотреть на сайте Ассоциации «Инисийский стандарт», а также в социальных сетях. Я еще раз представлю наших гостей. В нашей студии была врач высшей категории Марина Черепанова и председатель Ассоциации «Инисийский стандарт» Игорь Домнин. Спасибо большое, что пришли. Это была программа «После новостей». Увидимся.